Рад снова быть с вами. Мне нравится начало нового года. Есть что-то особенное в свежем календарей и новых возможностях, которые нас ждут. Я рад начать этот год с вами. Сегодня мы поговорим о наших намерениях. Цель этого года для нас, к концу 19-го, знать Бога лучше, чем в начале. С помощью Слова Божьего и Святого Духа мы рассмотрим некоторые принципы, которые помогут нам иметь более живую и осмысленную духовную жизнь, чем раньше. Хочу увести вас от мысли о том, что в Боге вы уже всего достигли. Мы еще не закончили. Мы лишь подготовились к распространению Царства Божьего. Добро пожаловать в новый 2019 год, год возможностей для каждого человека, потому что у Бога приготовлено нечто потрясающее. Возможности от Бога уникальны. Приятного вам просмотра и хорошего урока. Нам нужно, чтобы Церковь Иисуса Христа была несунной, влиятельной и приносила разницу в наш мир. Такой результат в нашем мире — это бремени политиков, дипломатов и политпартий о Церкви Иисуса Христа. Как бы я не хотел передать эту эстафетную палочку кому-то другому, она наша. Я вырос на юге. Заплатил много за образование, но тем не менее остаюсь невежественным. Колоссанам 3 глава 1 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит о десной Бога, о горнем помышляйте, а не о земном. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Тут два компонента. Думать о горнем и видеть разницу между земным и небесным. Итак, вам нужно сфокусировать свой разум на горнем, а потом и сердцем. Сердце — это ваши эмоции и воли. Иными словами, нам нужно сфокусировать свой разум, волю и эмоции на Божьих вещах. Это не призыв к тому, чтобы быть настолько одухотворенным, дабы не подходить для жизни на земле. Но ваши мысли, желания и мечты должны немного измениться. Они должны быть связаны с Царством Божиим. Должна быть разница между мечтами Божьих людей и мечтами язычников. Должна. Аминь? Я говорю не о том, чтобы вам стало стыдно, а о том, чтобы сфокусироваться на небесном. На прошлой неделе мы говорили о чем-то личном, о моих намерениях. А сегодня мы поговорим о наших коллективных намерениях. Я не хочу увеличить ваш список намерений, но покажу вам намерения, которые должны быть присущи членам этой церкви. Если мы хотим почитать Господа, то должны быть какие-то коллективные выражения этого почтения. Я говорю об этом на основании того, к чему Бог призывал эту церковь. Не все церкви одинаковые. Они и не должны быть одинаковыми. Но нам важно понять ценность, которую Иисус присвоил церкви. Библия говорит, что Иисус — это глава церкви. В послании к Ефесиным сказано, что Иисус отдал себя за церковь. Он отдал себя за нее. В американском евангелизме мы делаем большой акцент на личной вере и личном спасении. Я во все это верю. Но как только вы родились свыше, вы должны стать частью тела Христа. Иисус отдал себя за церковь. Первое послание Коринфянам 12 глава говорит об этом. Ибо как тело одно, но имеет многие члены. И все члены одного тела, хотя их и много составляют одно тело, так и Христос. Много членов одно тело. Что такое церковь? Это не здание или деноминация или день недели. Церковь — это каждый человек, который считает Иисуса из Назарета Христом, служит ему как Господу. Но у нас есть поместные проявления тела Христа. Много членов, но тело одно. И каждый член важен. У них разные сильные стороны. У меня есть правая и левая рука. Они выглядят похоже, но действуют они по-разному. Правая рука скоординирована, а левая — немножко неловкая. Но мне нравятся они обе. Я не хочу отказываться ни от одной из них. Одно тело, много членов. Ефесиным 4 глава. Все возвращали в Того, Который есть Голова Христос. То есть мы росли вместе. Я хочу сделать все возможное, чтобы избавить вас от мысли о том, что ваша вера, крещение и Библия — это все, что вам нужно, и вы можете жить один. Это ложь. Это такая же ошибка, как если бы я взял новорожденного ребенка, забрал его из роддома, отвез в самый дальний угол нашего города и оставил его там. Каковы шансы того, что этот ребенок вырастет здоровым, станет нормальным человеком, почти нулевые? А почему мы думаем, что мы можем родиться в Царстве Божьем, а потом в одиночку? В изоляции мы сможем вырасти в зрелых и продуктивных членов тела Христа. Это обман. Мы нуждаемся друг в друге. Я не сразу пришел к этому выводу, потому что я поверил в Бога за пределами организованной церкви. Я узнал о Боге за пределами церкви. Меня крестили в океане. Поэтому Духу Святому пришлось поработать над моим сердцем, чтобы я начал ценить церковь как важную часть в развитии христиан. Правда в том, что Иисус — глава церкви. Если вы сердите на церковь или критикуете ее, покайтесь. Нам нужна церковь, которая будет живой и действенной. Второе послание Тимофею, 4 глава. Павел пишет из римской тюрьмы. Из текста видно, что он понимает, что следующий суд приговорит его к смертной казни. Поэтому он пишет Тимофею, «Постарайся прийти ко мне очень скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крис Кент в Галатию, Тит в Далматию, Один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Ефес». Смешное имя, Тихик. Давайте назовем его Тай. Тая я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Трааде у Карпа, и книги, особенно кожаные. О чем здесь говорит Павел? Он в римской тюрьме, и он просит Тимофея приехать к нему, и побыстрее. «Димас ушел, Тит ушел, и Тай ушел, со мной Лука, но мне холодно». Принесешь мне пальто? А еще принеси. Мои книги. Они мне нужны. Кто это пишет? «Апостол Павел, Саввл Тарсянин, фарисей из фарисеев, ради которого Иисус сошел с небес на дорогу в Дамаске. Лично взял этого человека к себе на службу». Помните эту историю? Он выбил его из седла и спросил, «Что это ты делаешь? У меня есть для тебя задание». Это Павел, который молился за мертвых, и они воскресали. Он встречал бесноватых, и они получали свободу. Он стоял перед взбунтовавшимся городом. И проповедовал им Евангелие. А сейчас он в римской тюрьме. И о чем же он пишет? «Тимофей, поспеши! Лука здесь, но мне холодно». Димаса нет. Тита тоже. Речь идет о людях. Мы нуждаемся друг в друге. Вы подкрепляете меня. А ваше окружение подкрепляет вас. Мы важны друг для друга. Иисус — это глава церкви. А я адвокат церкви. Я ваш адвокат. Я подготовил для вас пять утверждений, которые мы хотим сделать намерениями этой данной церкви. Они и не новые. Мы много лет двигаемся в этом. Но при этом наш интерес к ним не упал. Не переключился на что-то другое. И вот вам номер один. Мы намерены быть местом искупления. Мы понимаем, что церковь должна быть местом, где люди восстанавливаются и обновляются. В послании к Ефесианам, первой главе сказано, «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Если вы смотрите нас, то знайте, что сейчас все мы переворачиваем страницу наших конспектов. Я не понимаю церковь, которая является залом славы христианства. Где мы собираемся по выходным и стоим на наших пьедесталах с табличками, которые указывают наши невероятные достижения. А те, кто еще не достиг такого величия, могут заходить время от времени, ходить среди нас и слушаться о наших подвигах. Я считаю, что церковь — это больница, куда мы приходим, хромая или приползаем, или нас приносят на руках. И мы предстаем перед живым Богом и просим о Его искуплении в нашей жизни. Цель нашего пребывания здесь — непритворство на полтора часа, пока мы не сможем приехать домой и быть самими собой. Это скорее слет единомышленников, которые поддерживают нас, верят вместе с нами и молятся за нас, чтобы искупительная сила Божия продолжала нашу трансформацию, которая началась с исповедания нашей веры. Мы растем в искупительных целях Бога, поэтому мы здесь рады людям, которые ничего не знают о Нем. Они не знают, когда сидеть и когда стоять. Мы даем вам конспекты с местами Писания. Пастор, мне это не нравится. Я хочу следить по своей Библии. Так приносите с собой Библию. Я ведь не против. Но мы намерены приглашать людей к познанию Бога Искупителя, а не просто к присоединению к какой-то группе. по сиделкам в здании и пению песен «Бог меняй нас». Но все начинается с личной веры. Иисус сказал, что вам нужно родиться свыше. А еще нам нужно научиться молиться друг за другом. Все начинается с молитвы покаяния, которую мы произносим в больших группах, но нужно расти к тому, чтобы молиться друг за друга и принимать молитву от других. Нет ничего постыдного в том, чтобы сказать «Помолитесь за меня, у меня была сложная неделя». Или «Меня ждут новые возможности, помолитесь за меня». Если хотите попрактиковаться, то придите на собрание на пяти минут раньше, займите свое обычное место и помолитесь за этот день. Не нужно ничего говорить вслух. Скажите про себя, Господь, пусть твоя сила проявляется сегодня во мне. Я знаю, что самый сложный день для мирного проведения какой-то встречи, это воскресное утро. Если вы смогли добраться до церкви мирно, еще и вовремя, то вы пережили чудесное вмешательство всемогущего Бога. И я понимаю, что приехать на пять минут раньше, это двойное чудо. Но что было бы, если бы многие из нас тихо пришли, заняли свои места и начали молиться за то, что Бог будет делать сегодня? Я хочу уделить минуту тому, чтобы поблагодарить вас. Ваше партнерство помогает нам проделывать невероятную работу. Я очень рад началу года. Я очень люблю это время. Это чувство свежего старта. Этот год мы тоже начинаем с Иисусом. Мы создали книгу, которая может помочь вам. В ней есть 365 коротеньких посланий на каждый день. И небольшая молитва, которые помогут вам стоять твердо посреди всех жизненных бурь. Мы живем в мире хаоса. При этом у нас есть божественное задание. И мы очень надеемся, что эта книга поможет вам, чтобы 2019-й стал самым победоносным годом вашей жизни. Пусть Бог благословит вас и прекрасного вам года. Не будьте пассивными в своем сражении против врага. Стойте твердо, начав свой день, с новой книги пастора Аллена «Стойте твердо». Будьте готовы к жизненным бурям, укоренившись в непоколебимой истине Божьего Слова. Позвоните нам или зайдите на наш веб-сайт, адрес которого вы видите на экране, и закажите свой экземпляр уже сегодня. Спасибо вам за поддержку этого служения. Вместе мы приносим разницу. Номер четыре. Мы намерены переживать Бога. Мы не намерены приходить лишь по воскресеньям и проводить собрания. Мы намерены переживать силу Бога. Я верю, что Бог исцеляет больных, очищает нас от всякой нечистоты, а власти и силы, которые противостоят нашей жизни, вынуждены уступить перед именем Иисуса и силой Его пролитой крови. Мы собираемся здесь не для того, чтобы отдать дань чему-то и вернуться к нашим делам. Мы намерены вместе переживать Бога. Для этого нам нужно развить уважение или благоговение к Богу. Нам нужно находить время и место для Духа Божьего в нашей жизни. Нам нужно почитать Его Слово, и мы работаем над этим всем. И наше последнее намерение — это любить ближних. Мы верим, что люди важны для Бога. Аминь. Люди важны для Бога. Все люди. Всех размеров, форм, цветов, народностей, экономических статусов. Все люди важны для Бога. Поэтому они должны быть важными и для нас. А если это не так, то нам нужно измениться. Я рассказываю вам об этом потому, что когда-то люди меня раздражали. Я стал пастором. Чтобы служить людям Божьим, и ко мне стали приходить люди, которые не знают о Боге ничего. Я думал, Бог, разве ты не можешь прислать мне хотя бы одного зрелого христианина, те, кого ты присылаешь в полном беспорядке. Но затем... До меня вдруг дошло. Что в этом смысл церкви? Я был в таком же беспорядке, как и они, поэтому они хотели проводить со мной время. Люди важны для Бога. Пастор, я работаю в таком тяжелом месте. Я не сомневаюсь в этом, но Бог поместил вас туда, потому что те люди важны для него. Пастор, у меня не очень хороший район, возможно, но Бог насадил вас там, чтобы вы были светом, потому что люди важны для него, а вам он может доверить это задание. Люди очень важны для Бога. Церковь — это не какая-то кладовка или темная комната, в которой находится церковь. Церковь — это мы. Люди спрашивают меня, и что церковь будет делать с этим, а что делаете вы? Я говорил не о себе, а обо всех остальных. Ну, спасибо, что находите нам работу. Мы должны любить ближних. Но любить людей не значит скрывать истину и говорить им лишь две заповеди из десяти. Доктор не считается хорошим, если не рассказывает пациенту всю правду. Речь не об осуждении или критике, а о реальности, чтобы они могли иметь хорошее будущее. Когда мы с вами рассказываем истину о Боге, мы делаем это, потому что не можем ее вместить и делимся ею с другими людьми, но не ради осуждения или критики. Мы верим, что движение вперед зависит от принятия истин. Правда, не всегда популярна. Мы служим нуждающимся. Иногда церковь совершает ошибку. Я всю жизнь провел в церкви. Мы думаем, что то, как мы служим, заботимся, это самый лучший способ. Поэтому начинаем критиковать тех, кто служит иначе. Я служу лучше всех, поэтому твой способ хуже. Я же считаю, что это детская и незрелая реакция. В детстве вы думаете, что лучшее место в мире — это дом, лучший повар в мире — это ваша мама, а самый сильный в мире — ваш папа. Это прекрасные отношения, если вам два или три года, но со временем вы понимаете, что другие тоже хорошо готовят. Есть другие сильные люди в мире, и вы подвергаете своего отца риску, если говорите, «Мой папа сможет побить твоего». Скорее всего, ваш отец не такой уж и сильный. И часто мы практикуем такое детское отношение в церкви. Мы говорим, «Мы делаем это лучше всех, все служат по-разному». Это неплохо, когда наша церковь только начиналась. Мы видели в нашем городе хорошие церкви с многолетним опытом служения, а мы были еще так молоды. Они делали прекрасные вещи, раздавали еду, одежду. Одна церковь раздавала мебель. Нам не нужно было соревноваться с ними или повторять то, что делали они. Мы стали искать то, что еще не было затронуто, и думать, как принести Евангелие в это общество, не соревнуясь. В городе еще много не церковных людей. Давайте подумаем, как достучаться до них. Мы пришли на рождественский парад, и там не было ничего христианского. И мы подумали, мы можем это изменить. У нас была лишь кучка людей, и не так много ресурсов. Мы решили заявить об Иисусе на рождественском параде. Нашли Марию, Иосифа, волхвов и тех, кто несли плакат с надписью «Веселого Рождества». Бог любит вас. Мы решили поучаствовать в рождественском параде. Мы даже купили ослика и назвали его Мёрфи в честь нашего города Мёрфисборо. Спасибо вам большое. А я должен был подготовить Мёрфи к участию в этом параде. В тот день у нас было собрание, а парад проходил в воскресенье вечером. Участники парада выстроились, пока у нас было собрание, все пошли, а наши 20 человек сидели в церкви. Когда закончилось собрание, мы переоделись и приехали на место парада. Раньше место сбора было на парковке возле Мёрфи-центра. Мы приехали туда. Мария была, Иосиф был, волхвы были, а Мёрфи не было. Я спросил, а где Мёрфи? И они, глядя мне в глаза, сказали, он не захотел прийти. Я был очень удивлен. Я не знал, что Мёрфи умел разговаривать. Он показал вам жестами или что-то написал, может? Дайте мне ключи от грузовика. Признаюсь честно, в тот момент любви Иисуса в моем сердце не было и близко. Парад вот-вот начнется. Мы так долго готовились. Это лучшее, что мы могли приготовить тогда. Я сел в грузовик и поехал туда, где жил Мёрфи. А когда я приехал, Мёрфи захотел поехать на парад. О чудо! Он залез в трейлер. Мы приехали на парковку, но парад уже начался. Они как раз поворачивали с бульвара Теннессе на Мэйн-Ист-стрит, а мы на парковке на Гринленд-Драйв. Я выгрузил Мёрфи, и мы стали идти. Меня остановил полицейский и сказал, «Сэр, это маршрут парада». Я знаю, но у меня тут транспорт для Марии. Он ничего не сказал, а просто показал дорогу. И мы с Мёрфи побежали по бульвару. Я видел, как полицейские переговаривались по рации и качали головой, когда мы пробегали мимо. Мы нашли Марию и Иосифа в толпе, и Мёрфи принял участие в параде. Поймите, что есть не только один способ для почтения Иисуса. Не критикуйте то, как служат другие. С годами мы поменяли методы служения в нашем городе, потому что церковь росла, и ресурсы менялись. Думаю, мы ещё не закончили. Ежегодно мы тратим сотни тысяч долларов, снабжая людей едой, одеждой, игрушками и помогая многим семьям. Сейчас мы делаем это по-разному, но начиналось всё очень просто. Я думаю, что это лишь начало всего того, что есть у Бога для нас. Но не нужно соревноваться или критиковать. Ободряйте людей, а если они говорят вам, «Мой Папа может побить твоего», то просто подбегните им. Мы намерены служить во имя Господа. Аминь? Для нас это важно. Мы будем проявлять Божию любовь в нашем обществе. Для меня большая честь быть счастью живой, энергичной и неспящей церкви. Я благодарю Бога за вас, но думаю, что это ещё не конец. Я думаю, что всё, что было раньше, готовило нас к тому, что ждёт нас впереди. Нам придётся вырасти. Я рассказываю вам всё это не только для того, чтобы количество людей в нашей церкви возросло. Я думаю так. Это будет побочным эффектом нашего с вами роста. Я считаю, что нам нужно вырасти, дабы быть успешными в будущем сезоне. Знать Библию, уметь молиться, уметь почитать Бога в своём доме, быть порядочным на работе, доверять Богу в финансах, уметь говорить «нет» нечестию и уметь распознавать Его. Всё это важные компоненты для успеха в будущем. А результаты этого, как мы служим вместе, и что Бог делает через нас, это уже второй вопрос. Но я призываю вас попробовать это хотя бы в следующие сто дней, как мы и запланировали. Что лично вы намерены делать? Аминь. Примите решение. Примите его сейчас. На прощание хочу задать вам вопрос, что вы намерены увидеть в вашей духовной жизни в этом году? Подумайте об этом. А что вы намерены делать, чтобы Бог был в вашей жизни? Ваш ответ повлияет на ваше дальнейшее поведение. Мы хотим не просто желать результатов, а построить планы по их достижению. Может, за сто дней вы хотите прочесть Евангелие. А вы можете сделать это, уделив этому всего 10-15 минут в день. Может, вы решили каждый день молиться? Создайте свой список, но сделайте это обдуманно. Давайте выберем какой-то курс. Мы оставим место для Бога, но при этом нужно четко определить цели на этот год. Я хочу помолиться за вас. О том, чтобы Дух Святой помог вам в этом. Отец Небесный, веди и направляй нас работой с нашим разумом и сердцем. И пусть 19-й год будет самым плодотворным годом нашей жизни. Во имя Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборре. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok